МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На ваших экранах программа Калейдоскоп. Мой отпуск подошел к концу, и я снова готова рассказывать вам каждую неделю о самых ярких и интересных событиях, которые происходят в культурной жизни нашего города. Ну а начнем мы нашу программу с рассказа о празднике, который из года в год Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник устраивает для горожан и гостей города. На этот раз летний день в Кремле был посвящен юбилею нашего знаменитого земляка мореплавателя Василия Михайловича Головнина. Ледний день в Кремле за свою более чем 20-летнюю историю уже успел стать одним из самых ожидаемых и любимых праздников горожан. Впервые он был проведен в 93-м году. Правда, тогда он носил название «Город и музей». Был посвящен 110-летию со дня основания Рязанского исторического музея. Сегодня изменилось название, а также из года в год меняется тематика праздников. Девизом нашего праздника в этом году стал юбилей 240-летия Василия Михайловича Головнина, нашего земляка, великого путешественника. То в этом году у нас морская тематика праздника. У нас работает камбус, который называется «Флотский обед», где гости могут отведать и ухи, и поесть макароны по-флотски, ну, конечно, запить всю эту компоту с пирожком. Для гостей праздника было открыто множество интерактивных площадок, и все они, по большей части, были связаны с морской тематикой. Дети и взрослые под руководством сотрудников музея мастерились цветной бумаги кораблики, играли в морской бой и даже изучали морскую азбуку. В 19 веке, когда кораблям нужно было передавать сообщения, не было никаких электронных приборов, которые могли бы это сделать на достаточно дальнее расстояние, люди придумали махать руками для того, чтобы передавать различную информацию. Таким образом, на все 30 практически букв русского алфавита была изобретена вот такая плана семафорная азбука. По движению рук определялось послание, цифры все передавались тоже буквами, запятых и прочих знаков припинания тогда еще не было. И, кстати, эта азбука до сих пор используется, в том числе ей владеют не только морские подразделения, но еще и связисты. С азами этой азбуки знакомили гостей праздника, предлагая попробовать себя в роли матросов и с помощью флажков передать важное сообщение. А на другой площадке, организованной судомодельным объединением, можно было познакомиться с образцами отечественного судостроения, начиная со времен Петра Первого. Здесь, предположим, есть первый корабль, точнее, первый русский военный корабль «Орел». Он был сделан еще до Петра Первого, и поэтому считается самым военным кораблем первым. Но потом, постепенно, там есть парусник уже более позднего, это русско-турецкая войны, потом уже корабли гражданской войны, великоотечественной и современной. Все представленные здесь суда от начала до конца сделаны руками воспитанников Александра Рашенбуршева. Кроме мотора и аппаратуры, в этих моделях нет ни одной покупной детали. Все они вырезаются из специальных материалов, а историческая точность достигается путем длительного изучения различных источников. Для этого есть чертежи, есть архивные материалы, фотографии, в общем-то, все, что доступно. Кстати, гости могли внести свой вклад в создание морского настроения, одевшись соответствующим образом. Специально для них на праздники устроили конкурс «Я морячка, ты моряк», по итогам которого обладатели самых оригинальных костюмов получили призы. Из всего этого морского изобилия выделялась, пожалуй, лишь одна интерактивная площадка. На ней все желающие могли познать секреты написания японских иероглифов, а также искусство оригами. Причем же здесь Япония. Мы также отмечаем юбилей Головнина, который был исследователем, мореплавателем, и он в том числе плавал и в Японию. И мы решили, что частичка японской культуры должна присутствовать на таком празднике. Помимо интерактивных площадок, праздник включил в себя концерт, на котором пели песни, конечно же, морской тематики и танцевали. В общем, праздник, как обычно, получился ярким, насыщенным и познавательным. А кроме того, подобные мероприятия – это отличная возможность весело провести время с семьей в выходной день, не покидая пределы города. В Научно-методическом центре народного творчества стартовал инновационный региональный арт-проект 62 на 62, целью которого является популяризация творчества талантливых людей, достигших 62-летнего возраста. И первым, с чем творчеством смогли познакомиться рязанцы в рамках данного проекта, стал художник Сергей Абакумов. Художников, впрочем, как и его работы, знают далеко за пределами Рязанской области и даже России. Англия, Германия, Испания, Швеция – вот далеко не полный список стран, где проходили выставки Сергея Абакумова и где в частных коллекциях находятся его картины. Сегодня же у рязанцев есть возможность познакомиться с избранными произведениями, в разные годы созданные Сергеем Викторовичем. Около 50 работ, которые отобрал для выставки сам художник, расположились в выставочных залах Научно-методического центра народного творчества, где буквально на днях стартовал проект 62 на 62. Как нам объяснили, его название сложилось из простой игры цифр. Сергею Абакумову исполнилось 62 года, и он дарит свое творчество 62-му региону. На самом деле, смысловая, может быть, подоплека, она гораздо шире. Речь идет прежде всего о том, что отгремели юбилей с нулем, 50-летие, 60-летие, а художник полон сил, и ему хочется выплеснуть свое творчество, свой творческий потенциал, показать свои работы. И вот как раз этот проект – еще одна возможность встретиться со зрителями. Среди работ Сергея Абакумова, выполненных акварелью, есть и пейзажи, и натюрморты. Но, как признается сам художник, для него важен не столько жанр, в котором он творит, сколько работа над композиционным решением поставленных задач. Ну а задачи эти ставит сама жизнь, а вернее, те ситуации, которые она подбрасывает художнику. Стоишь на остановке, и кто-нибудь сидит там. Но сидит так, что это похоже на человека, который, наверное, никогда в жизни, допустим, по своей жизненной ситуации не был в счастливой ситуации. Так вот, говорят, он такой вот несчастный человек, который вот… Да. И вот она сидит так, скромно. И потом раз рождается серия работ там, допустим, конец недели. Вот у меня такая серия работ. Она, язык, говорит, из ничего родилась. Потом идешь, едет велосипедистка, мужичок, которому там где-то, наверное, под 80 лет, он с большой-большой белой бородой и в шортах. И вот и все. И дальше уже рождается другая композиция. Вообще, как мы поняли, Сергея Викторовича на творчество вдохновляет именно человек. Случайный прохожий, пассажир поезда, сосед, заядлый театрал. На его полотно может попасть кто угодно. И, скорее всего, художник отнесется к предмету изображения с мягким, добрым юмором. Коллеги и почитатели творчества Сергея Абакумова отмечают, что каждая его работа несет определенную эмоциональную нагрузку и наталкивает на размышления. Другими словами, его картины вступают со зрителем в диалог, из которого каждый вынесет что-то свое. Кстати, в эту экспозицию автор включил в том числе работы на запрещенные темы. Дело в том, что у меня есть темы, которые, в общем-то, для меня они запрещены. Это спорт, религия и космос, которые я никогда не касаюсь. Этих тем, потому что эта тема, как бы, не входит в стилистику моей работы. Но у нас проходила выставка российская Сергея Раджерского. И я просто думаю, ну я не могу не принять в российской выставке участие. Тем более в Рязани, тем более Сергея Раджерского. И поэтому я как-то отнесся к этой выставке не напрямую, а через библейские какие-то вещи, то есть притчи вот такого плана. Ну и вот три работы я сделал, и две работы у меня попали на российскую выставку. Выставка Сергея Абакумова «Избранная» будет работать в научно-методическом центре народного творчества до 31 июля. Ну а потом рязанцам представят свои работы другие участники проекта 62 на 62. Фотохудожники, поэты, писатели и коллекционеры. В Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике начался сезон археологических раскопок. В этом году работа проводится на так называемом Веденском раскопе, расположенном на улице Рабочих. Почему именно там и что уже успели найти археологи и их юные помощники, расскажем в следующем сюжете. Тем, кто следит за археологическими исследованиями на территории Рязани, известно, что работа над житным раскопом, который располагался непосредственно на территории Рязанского Кремля, окончена. Но это не означает, что этим летом археологи будут сидеть без дела. Уже в прошлом году вот этот участок на улице Рабочих, площадью около 200 квадратных метров, был обнесен забором, а соответствующая табличка извещала о том, что именно здесь в скором времени начнутся археологические исследования. Это место было выбрано учеными по двум причинам. Во-первых, здесь планируется возведение досугового комплекса, который включит в себя реконструкцию улиц Переиславля-Рязанского с домами средневековых жителей. Поэтому здесь было необходимо провести предварительные археологические работы. Ну а во-вторых, в районе улицы Рабочих еще ни разу не проводилось серьезных исследований. Если начинать сверху вниз, то где-то, наверное, в веке в 16-17 недалеко здесь находилась резиденция наместника московского государя. В принципе, здесь были кварталы рядовых горожан. И недалеко отсюда находилась Веденская башня Кремля. Почему ироскоп мы назвали Веденским? И, может быть, нам удастся даже проследить, захватить какие-то остатки укреплений. Мы надеемся, во всяком случае, может быть, будем расширять раскоп, чтобы проследить остатки древнего вала. Работы начались здесь в конце июня. За это время было вскрыто порядка 40-60 сантиметров культурного слоя. И уже сделаны первые находки. Любая находка представляет, конечно, определенный интерес. Но если говорить о таких ярких, раритетных находках, то, конечно, это фрагменты горшка, на котором сохранилась надпись, сделанная древним гончаром. К сожалению, всего на двух фрагментах сохранилась эта надпись. Это порядка 10 букв. С ней еще предстоит работать и полиографом, чтобы установить и дату написания, и особенности письма. Это можно будет сделать, потому что буквы читаются очень хорошо, очень четкие. В принципе, говорит о том, что рязанские ремесленники были народ грамотный. Также археологами были найдены различные украшения горожан. Фрагменты стеклянного голландского сосуда, костяное навершие и еще ряд мелких предметов. Как говорят сами ученые, пока ничего сенсационного. Однако сенсационные археологические находки не являются главной целью ученых. Их задача гораздо шире, а именно по крупицам воссоздать жизнь наших предков во всем ее многообразии. А для этого важна любая мелочь. Даже крошечный черепок древней керамики или стеклянная бусинка являются для ученых ценными источниками информации. Кстати, прикоснуться к тайнам археологии и поучаствовать в раскопках могут все желающие. Сегодня здесь, на Введенском роскопе, археологам помогают школьники и студенты. Для некоторых из них, например, студентов исторического факультета РГУ – это практика. Ну а школьники работают здесь добровольно. Причем некоторые, как Сергей, уже не первый год. Ходили мои друзья. Мне стало интересно, что они делают. И позвали меня сюда тоже. И мне как-то понравилось. Впереди у археологов и их юных помощников еще много работы. Пока они вышли на культурный слой XVI-XVII веков. Сколько времени уйдет на то, чтобы дойти до материка, то есть слоя почвы, которая располагается под культурным слоем, сказать сложно. На жидном роскопе для этого понадобилось более 10 лет. Дизайнерская одежда становится все более популярной, в том числе и в нашем городе. На днях рязанцы смогли увидеть дефиле-шоу, которое подготовила рязанский дизайнер Екатерина Панферова. Нечасто в нашем городе можно стать зрителем модного показа. Во-первых, не так много у нас площадок, пригодных для этого. А во-вторых, дизайнеров одежды, проживающих в Рязани, можно пересчитать по пальцам. С одной из них Екатериной Панферовой на днях мы познакомились в одном из рязанских кафе. Именно там она представила три коллекции женской одежды и рассказала нам, что же ее вдохновляет на создание оригинальных моделей. Это могут быть какие-то эмоции, что-то увиденное на улице, какие-то жизненные события. Всегда все по-разному. Что-то рождается, и уже хочется что-то довести до конца и создать какой-то образ, чтобы увидеть другие люди. Так на создание этой коллекции Екатерину вдохновили этнические костюмы различных народов и загадочные круги на полях. И по этим моделям видно, насколько дизайнер любит экспериментировать с сочетанием различных материалов. Мне нравится совмещать несовместимые материалы. То есть это какой-то там мех и трикотаж, допустим, чтобы это хорошо смотрелось. Вторая коллекция «Спектр цвета» включила в себя яркие модели в стиле 60-х. Ну а в заключении показа зрители смогли насладиться исконно русскими мотивами, представленными в коллекции «Жар птица». На протяжении всего вечера очаровательная ведущая проводила различные конкурсы, викторины и одаривала зрителей призами. А часть средств, собранных на показе, уже ушли на благотворительные нужды. Фонд помощи бездомным животным – лучшие друзья. Ну что ж, на этом наша программа подходит к концу. Мы увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова